В чем прикол одинакового одеваться? Сейчас какие вопросы больше вам раздражают? А вы бы хотели, чтобы ваши парни тоже были близнецами? В Мексике очень известно, что когда есть близнецы, один добрый, другой слой. Ора, в него, с добро пожаловать в Кике Мексиканец! И сегодня я с Региной и Ириной, близняшки, как вы и советили. У нас есть несколько видео, поэтому если вы еще другие не посмотрели, сделайте это, будет очень интересно. Мы сегодня поговорим о мифах. Я очень надеюсь, что мои вопросы и вас не увижу, но... Ну, мы привыкли к интересным вопросам людей, так что у нас есть также свой список вопросов, которые нам люди задавали. Мне кажется, ты этот список пополнишь. Да, сейчас смотрите, я буду говорить именно о мифах, которые в Мексике мы считаем. Поэтому мне тоже интересно, если такие вопросы вам уже создавали. И тоже мне было очень интересно, если потом вы рассказываете, какие вопросы вам постоянно задают и какие прямо вас разражают. Потому что, я думаю, есть такие. А у Мексики очень известно, что когда есть близнецы, один добрый, другой слой. Это стопроцентная правда. Это не их. Это право. Хорошо. Просто, знаете, мы люди можем быть по настроению обе добрыми, обе злыми. Но есть такой момент у людей, когда они видят, что близнецы один серьезный, один несерьезный. Это везде так. То есть, каких бы по близнецов вы бы не спросили, есть такое, что один более разговорчивый, а другой более смолчливый. А тот, кто молчаливый, людям кажется, что он злее. Ребята, вы, наверное, думаете, что я обязан сделать следующий вопрос, да? Да. Давайте нибудь спросите, вы скажите тогда, кто это. Но все всегда с детства говорили, что добрее всегда Ирина. Потому что Ирина всегда с детства сводила знакомства первое, общалась больше. А я всегда была такой молчаливой, не особо контактировала. Я в Инстаграме создавал вопросы, так что, если вы еще не подписаны на наши Инстаграмы, здесь будут наши Инстаграмы, я тоже делаю иногда открытие вопросы. И я как раз спросил, что подписчики хотели спросить вам. Интересно. А есть ли вы такой случай, что парни не различают? Обычно, наверное, только по голосу. То есть на внешности вы не знают? По поводу внешности, ну, нас различают. У нас не было ни такого, чтобы нас не различали, когда видели. Но по голосу бывает, нас путают даже мало. Люди все, все люди, да, и они все не понимают. Но иногда нас путают, но не часто. В плане, если родные люди, то бывает путают, но... А это вам не раздражает? Нет, мы привыкли. Уже даже если человек будет говорить, может быть, я задаю такой вопрос, который вам не нравится, но мы не обижаемся, потому что понимаем, что люди по-доброму задают эти вопросы. И не хотят, не хотят, не хотят. Да, и после этого мне открывается вам много вопросов. Давайте по порядку. Что касается парня, а вы бы хотели, чтобы ваши парни тоже были близнецами? Нет. Нет, 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 нет. Нет, и чтобы была сбава один и тот же день, такой... Хотя мы к этому относимся хорошо, потому что у нас есть друзья-близнецы, которые женились на близняшках. И целая огромная семья. У нас, кстати, есть наше видео про них, вы можете посмотреть на нашем канале, и мы как раз спрашиваем ребят о том, как у них выходить ваш парня. Это вообще обидит. И все близнецы это знают, если у меня появится ребенок, и у Регины появится ребенок, они будут как двоюродные, не как двоюродные, как родные, брать с сестрой, как мы с... Ну, все равно будут покролись. И следующий вопрос вот было. Был такой случай, который будет прикидывать бы другое, чтобы, допустим, если по голосу можно отвечать? Я думаю, на экзаменах такое было. Мы как бы хотели спросить там, да, и нас многие не различали. А сестра познакомилась с девочкой, а я эту девочку не знала. И я просто на улице чисто случайно ее встречаю. Она начинает со мной разговаривать, а я ее не знаю, и было немножко неловко. Я поняла, что она познакомилась с моей сестрой, но я как бы подыграла, что это я, Ирина, но... Чтобы не обидеть, чтобы не обидеть, но... И еще случайно, мы приходим к кофейню, но... Борис-то не знает, что нас двое, то есть, Регина что-то заказала, она ушла, я пришла и заказала другое. Сказала, так вы же заказывали это, и у него просто сломается мозг. Ну, это я понимаю, да? Ну, прикольно, да. Кстати, и то, что вы говорили, были ли такие случаи, которые на эксамен поменялись местам? Вы учились вместе в одном школе? Да, мы учились вместе в одном классе, в одной школе. И сидели даже за одной парке. Да, и ходили в музыкальную школу вдвоем. И были ли такие случаи, которые вы сделали эксамент за другого? Мы на евроэкспертуру ходили в бассейн, и мы поменялись... У нас купальники были одинаковые, но поменялись шапочками. И одна, но я плавала лучше, я проплыла два раза за Регином, и нам поставили один пятерки. А-а-а, вот видите, есть свои плюсы, однозначно. Да, а одноклассники злились, говорили, ну так же нельзя, мы говорим, если бы у вас был близнец, можно. Да. Кстати, Гита, я тоже прочитал в интернете, что тоже есть очень много случаев криминальности между близнецами. Я не хочу, опять же, очень аккуратно, но потому что, очень аккуратно это говорю, потому что там даже если, допустим, если на видеосъемке бывают такие случаи, которые все равно люди понимают, что был кто из вас, но мы не можем определить, и там очень сложно такие случаи. Ну, кстати, да, мы случаи знали, видели один по Ютубу, там как раз видели, что тройняшки, один сидел в тюрьме, и по очереди два других брата его подсиживали. Ну, и стопа... Ну, на воле. Да. Ужас. Насколько, правда, вы можете испытывать чувства, то есть, если кто-то плачет, допустим, вы далеки, а, типа, допустим, Регина начинает плакать, и Ирина проснется, типа, а, почему-то Регина плачет. Отвечаю на этот вопрос Регина, потому что был такой момент, когда... То есть бывает? Да, бывает. Я очень тонко чувствую ее настроение, если ей очень плохо, грустно. Я не могу в этот день веселиться и радоваться, я тоже начинаю чувствовать грусть, тоску. То есть я ее очень чувствую, даже на расстоянии. Ну, это правда. То есть, а, бывает, допустим, то, что ты ее не в единственное расстояние и просто чувствуешь? Чувствую, да. Я потом ей звоню и говорю, если тобой все хорошо, нет, начинается. То есть, в принципе, да, есть такая очень тонкая. И это нам ведет к вопросу телепатии, что вы можете немного читать свои мысли. Равносчет мысли, если мы в определенный момент, допустим, подумали о чем-то, мы можем напеть одну песню, напеть одну песню, сказать одно тоже слово. Как я понимаю, я тоже прочитал, что очень много может быть коммуникации без слов. То есть, просто с глядом, и вы можете очень много сказать. Был такой момент в жизни, я помню, когда мы пришли на одно мероприятие, мы сидели друг с другом, разговаривали, и мы себя в этой компании некомфортно чувствовали, не уявили. Я посмотрела на сестру, она посмотрела на меня, мы друг друга поняли, и мы пришли. Кто из вас старше? Я, на 5 минут. 5 минут. И это имеет какую-то роль вот эти 5 минут? Вообще, 5 минут, ну, по физиологическим каким-то особенностям играет роль, допустим. Кто-то, вот, например, я пошла первая, Регина потом пошла. Допустим, у меня первые зубы выросли, потом Регина. То есть, по физиологическим, да, я старше, значит, я старше, но в конкретных ситуациях Регина даже больше старше, чем я, потому что она принимает здравые решения. Я не знаю, что это был билет, как она сказала. Да, здравые решения, и всем иногда кажется, что Регина старше, чем я. Даже вы не поверите, но я задавал вот эти вопросы, и кто-то написал, что было первое, курица или яйцо? Яйцо. Яйцо. Я спросил, ребята, вы пишете, я спрошу. Еще мне написали, в чем прикол одинаково одеваться? Это специально или... Ну, объясним, объясним, почему. С самого детства у нас родители, ну, всегда одинаково одевали. Ну, то есть, это не потому, что там, так, как-то произвести впечатление, внимание, а это просто потому, что мы могли бы расстроиться, потому что, например, классную кофточку другого цвета купили, например, сестре, а я тоже такой же хочу. Ну, то есть, и мы просто, даже когда идем в магазин, нам нравится одна и та же одежда, и мы берем эту же одежду, да, и не потому, что вот мы такие близняшки, смотрите на нас, а потому, что нам нравится. Нет, три няшки, просто. Да. Потому, что нам нравится. А так, сейчас мы заметили, чем старше мы становимся, тем больше нам нравится, допустим, свой какой-то стиль определенный. Но, когда у нас, например, съемки или мероприятия, то мы всегда показываем свою похожесть. Мы одинаковые. Да, то есть, когда допустим свадьбу, когда нужно платье, вы делаете какой-нибудь там одно и то же свет? Как вам удобно? Ну, у нас, кстати, есть одни платья, которые шел нам наша мама. Мы, допустим, комбинируем у кого-то один цвет, другой, ну, допустим, пояса одинаковые. То есть, чтобы было видно ваша индивидуальность, но при этом, чтобы вы вместе. Чтобы, то есть, связь, но очень интересно, то есть, играть с формами, цветами. Да, просто из многих близнецов, которые по 30 лет, или, может, даже старше, мы не понимаем, почему они одинаково одеваются. Потому что, ну, все-таки, с течением жизни, с течением жизни, все равно у каждого свой вкус и привычки. Потому что, ну, они же не клоны, они все-таки две индивидуальные личности. А было такое, что вы ходили в магазине, типа, ой, я еще куплю одну для сестры? Даже не спросила. Сто процентов было, потому что... Такой же, так два одинаковые штуки. Да, да, у нас так всегда с футболкой. Я вот не люблю ходить, там, в примерочную. Я, например, беру какую-нибудь одежду, там, вещь, и просто говорю, Ир, померяй, пожалуйста, я просто посмотрю, но мерить я не буду. То есть, мы только что сказали, что у нас ведь сестра, а просто зеркало с ногами. Да, зеркало с ногами. Мы скажем больше плюсов чем-нибудь. Ну, если не говорить, что это плохо. Сейчас какие вопросы больше вам разражают? Ну, родились ли мы в один день? Это прям, ну, понятно, да? Чтобы в один день родились. Я даже не такого не смею, кстати, но... Да, да, родились ли вы в один день? Или у вас мама одна? У вас мама одна? Ну, вот, насчет мужей, близнецов. То есть, у вас будут одинаковые мужчины, вот, да. Или, например, если одна что-то делает, другая чувствует, вот это прям вообще, как бы, очень... Да, а другая чувствует. Да, или просто, наверное, мне кто-то просто подойдут, ущипнут, там... Ты такой, ты почувствуешь? Серьезно? Когда поставят нас друг против друга, скажут, так, как вас различать? То есть, просто начнут смотреть в упор, не моргая. Как вас различают? Губы вроде, носы... И это немного неловкий момент, когда ты не знаешь, как ты смотришь, потому что, когда тебе... Ну, любому человеку будет неприятно, когда я в него упор смотрю. Нас обижала, потому что когда у нас был день рождения, а мы, так сказать, два человека, и когда в гости, когда мы в гости звали своих друзей, они приходили и дарили нам один подарок. Мы такие... Ха? Что? А я какое-то деление, вроде бы, в Берлине. А ты подарил какие-то духи, мы такие... А если я хочу этим пользоваться, не отдавать этой сестре? Как бы сейчас мы уже смеемся над этим, но тогда у нас прям обиды будет. Мы иногда помогаем. Если кто-то спрашивает, как вас различать, мы говорим, ну, допустим, Регина выше, чем я, на два сантиметра. Они уже видят, ага, значит, Регина выше, это Регина. Но они всегда говорят, в чем наше различие, типа у нас форма головы разная. Да, и, кстати, такие тонкости. Там глаза разные. Или мы им сразу помогаем, говорим, что, вот, например, у меня носки долгие. Ну, это работает только один день. Да. Или вы не поменяйте носками, а потом... У нас, кстати, в детстве было такое, мы хотели запутать маму. Да. И мы были в разных футболках, и мы решили под столом, пока мама готовила кушать, поменяться этими футболками. Мы поменялись футболками, сеяли за стол, и мама такая, вопрос, а почему мы поменялись? А почему мы поменялись футболками? Быть ли маму хотели себя обмануть? Ты снова не поменялась. Мы молимся всех, кроме мамы. Но, наверное, по телефону это другое, да? Да. Регина, Ира, спасибо вам огромное. Спасибо большое, ребята, если вы еще не подписаны на их канал. На канал Регины, на канал Ирины. Подписывайтесь, у них очень интересный контент. Тоже в их канал есть видео со мной, так что заходите по ссылке и посмотрите. Я надеюсь, что вам очень понравится. Адьоус! Адьоус!